Бастарды Я, друзья, как вы знаете, специалист по бастардам. Бастарды – это дети, рожденные вне брака. Но это не значит, что это нелюбимые дети. Вообще у нас сложилось не очень такое хорошее мнение о бастардах. Это о внебрачных детях. Их называют разными словами, ублюдками. Друзья, нет. Бастарды всегда были. И бастарды, потому и бастарды, они всегда как бы любимы были родителями, воспитывались на стороне. Это да. Но в нужное время их приводили к власти. Вот что такое бастарды. Не верьте тому, что пишут в интернете, что это какие-то ублюдки. Но это кому-то хочется, понимаете. Кому-то хочется вот изгадостить себя самого и чтобы выразить свое недовольство и свое презрительное отношение. К чему, друзья? Вы же сами не понимаете, к чему вот у нас есть президент. Президент, которого мы видим каждый день, но о котором мы ничего не знаем. Так сложилась наша жизнь, что жизнь президента для нас закрыта. Многие люди почему-то думают, что так и должно быть. Жизнь президента должна быть закрыта. И у меня много роликов на эту тему о президенте нашем, о его детях и о его любимой женщине. Эта любимая женщина уже Алина Кабаева. И у нее тоже трое детей, якобы от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но опять-таки, друзья, это он не объявил сам, он об этом не рассказал. У него есть еще две дочери, о которых я вам говорила. И вот от Алины Кабаевой трое детей. Но таких детей, конечно, вы понимаете, друзья, у такого мачо, как президент Российской Федерации, должно быть много детей. И до поры до времени эти дети все спрятаны, пока некоторые люди из разных проектов не начнут копать. А где же дети президента? И вот там слух, здесь слух. И в результате мы видим, что у нашего президента есть еще дети. Вот вышла на поверхность такая Елизавета Кривоногих. Конечно, друзья, фамилия какая-то некрасивая. Но уже какую дали ей Елизавета Кривоногих. И проект была такая программа, которая они не показывали. Вроде бы ее лицо сообщалось лишь, что это вероятная дочь и очень похожая на президента Российской Федерации. А в расследовании одной группы проект говорилось о том, что Путин познакомился с мамой Елизаветы, маленькой девочкой Лизы, которая родилась тогда у Светланы Кривоногих в 1990 году. Он познакомился, конечно, когда он еще не был президентом. Но он тогда уже был царевичем. Он был принцем. Но об этом мы с вами, конечно, не говорим. Об этом не положено разговаривать нам, простым людям, на эту тему. Ну, возможно, мне и можно поговорить на эту тему. Просто, чтобы немножечко просветить вас, что наш президент настоящий Путин, друзья. Он совершенно другой человек. Не тот, о котором вы себе имеете представление. Да, его много заменяют, разные двойники. И мы к этому уже привыкли. А на самом деле, в общем-то, Владимир Путин настоящий. Мы не знаем, друзья, его имени настоящего. Возможно, оно и проявится когда-то попозже. Но сегодня мы пока ничего еще не знаем. Итак, Светлана Кривоногих. Это одна из любимых женщин, которые были во времена. Но вы знаете, ведь мужчины все гуляют, друзья, на сторону. У него красавица-жена Людмила, которая была у Владимира Путина. Но гуляют мужчины. По сторонам мужчины тоже любят гулять. И вот как вышли на нее журналисты со своими расследованиями. Потому что Светлана Кривоногих, как выяснилось, владеет дорогой недвижимостью. И не просто владеет недвижимостью, да еще и огромными активами. Ее имущество журналисты проекта оценили в 7,7 миллиардов рублей. Это примерно 100 миллионов долларов. А вот пресс-секретарь Путина, это Дмитрий Песков, сначала заявил, что в Кремле не читали расследование проекта. Ему неизвестно имя Кривоногих. И позже он назвал материал расследователей малоубедительным. И ведь, друзья, конечно, хотелось бы знать жизнь президента получше, чтобы понимать, а вообще кто нами управляет, кто руководит нами, друзья. Кто руководит? С одной стороны, даже если он царевич, то он все равно остается мужчиной, друзья. Мужчиной. Вам, конечно, сейчас не до этого. Вы не воспринимаете его как царевича. Вы видите вот это надутое силиконовое лицо неизвестного человека на ваших экранах. Это совершенно другое. Итак, я вам немножечко напомню, что до 2008 года наш президент Владимир Путин был женат на Людмиле Шкребневой. То есть Людмила, красавица Людмила, была его женой до 2008 года. Официально до 2013 года. Это якобы, официально я даже не знаю, какой официоз здесь брать, потому что, насколько я знаю, опять-таки земля слухами полнится, что в 2008 году Путин официально развелся со своей женой Людмилой. И до какого-то времени она должна была официально его сопровождать. Поэтому никто не знал об их разводе. И что в 2008 году в Питере Путин и Кабаева сыграли красивую свадьбу. После чего, конечно, многие активы, многие доходы, кооператива «Озеро» стали переходить в активы Кабаева. Она богатейшая женщина, красивая, богатая. Друзья, ну что же еще лучше, тем более и любимая, любимая женщина президента Владимира Путина. Трое детей. Прекрасно. Конечно, хорошо бы, если бы он это официально нам озвучил, но почему-то не озвучил. Хотя, я думаю, народ порадовался бы за него, что вот, наконец, у Путина и такая красавица рядом. Ну, вероятно, может быть, в целях безопасности сделали так, что президент не озвучил свой тогдашний брак. Хотя в 2008 году и нельзя было по каким-то политическим внутренним в стране понятиям не озвучили этот брак. Ну и вот, друзья, результат-то таков, что на просторы интернета время от времени выливаются, прорываются дети Путина, которые подрастают. Им тоже хочется какой-то, знаете, такой вот жизни, чтобы они показали себя. Они же молодые, они хотят экшен, они хотят, чтобы быть известными, но сами они ничего из себя еще не представляют, хотя баснословно богаты. И нам выставили в интернет один ролик, где дочка Путина танцует с неким Скигиным, мальчишкой, тоже молодым. И мы узнаем потом, что Путин и Дмитрий Скигин в 19-е годы приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пуково, а также проделали немало других славных дел. И попутно Путин в это самое время как раз был знаком, познакомился с уборщицей якобы Светланой Кривоногих. Поэтому вот теперь мы видим какие-то видеоролики, когда эта связь с уборщицей Светланой Кривоногих вылилась в прекрасное дитя. Это дочку Путина, которую мы видим очень похожи на него, друзья. Это девочка и с мальчиком. Вот они весело пляшут перед нами, перед камерой. Тот самый мальчишка, который рядом с девочкой Путиной. Ну, это не Путина, да, а это Елизавета Кривоногих. И этот Роберт Скигин, сынишка того самого Дмитрия Скигина, вместе с которым Владимир Путин захватывал нефтебазы, друзья. Он оставлял комментарий в Инстаграм в аккаунте Луизы Розовой. Луиза, Луиза Роз, так она себя называет. На самом деле даже не Розовой, а Роза, а Роза это Роза Мира. Так она знает, показала свое знание, сакральных знаний. На самом деле это очень важно, что она так себя обозначила. Луиза Роз, она Роза, она знает, почему она так себя назвала. Об этом мы с вами будем говорить дальше в каких-то наших с вами, может быть, частных беседах, тайных беседах, которые у нас с вами на другом разделе, антилопы или сова, где мы проводим совершенно другие беседы и не обозначаем их, потому что это беседы сакрального уровня. Итак, девочка Луиза Роза, она красивая, молодая, баснословно богатая. Когда ее поставили на дотацию в нашей с вами стране, она принцесса, она получает доход с наших с вами душ. Знаете, ведь вся страна это крепостная страна, а она у нас с вами принцесса. Я кроме шуток это говорю, друзья, потому что девочка действительно получает большие баснословные доходы от нашего с вами труда. Она, значит, имеет на это право. Что вы думаете на эту тему, друзья? Посмотрите, как танцует прекрасно это милое создание, эта девочка со своим другом. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.